Развязки Спашиного, быть точную дату уже определили и даже назначили ответственных. В начале и конце дороги уже начались подготовительные работы. Однако несколько участков, где будет проходить дорога, все еще не в руках муниципалитета, идут суды. Почему это не повлияет на строительство, знает Евгений Черных. Десятки тонн гравия привезли, чтобы укрепить правый берег прямо под Николаевским мостом. Здесь начнется развязка стихих зорь. Уже появилась табличка «Паспорт объекта», где указан ответственный и самая главная дата окончания работ – 10.10.2023 года. В этот день все автомобилисты с правого берега, из Пашиного, Тихих Зорь и других районов смогут поехать по этой развязке на 4-й мост. Начать строить эту дорогу хотели еще в 2016 году, когда стало понятно, что у нескольких районов города всего по два двухполосных выезда. В час пик на этих участках собираются огромные пробки. Но на дворе 2022-й дороги все нет. С самого начала все пошло не по плану. Во-первых, возникли проблемы с деньгами. Город не может в одиночку проспонсировать строительство. Тогда быстро подключили краевой и федеральный бюджет. Одна проблема решилась. Как оказалось в итоге, то были пустяки. Вторая проблема – земельные участки. Дорога пойдет от судостроительной до Николаевского моста. И при этом заденет много домов, магазинов и других частных участков. Многим владельцам это пришлось не по вкусу. И они пошли в суд. Тяжелее всего было с территории речного порта. А собственник не хотел отдавать землю. Но благодаря вмешательству руководства края вопрос решили. Порт ограничил повороты кранов, чтобы они не заходили на дорогу. И вернул часть земли в муниципалитет. Также администрация столкнулась с нежеланием простых частников. Из 10 участников и 13 строений в собственность городу отошли только 2 и 4 соответственно. По остальным до сих пор идут суды. Тогда возникает вопрос. Если дела еще в арбитражах, почему все так уверены, что дорогу построят? То, что сейчас происходит в судах, это нормальная практика при строительстве любых объектов. Например, строительство поликлиники в Свердловском районе, которая начнется осенью этого года, это тоже было почти полтора года судов. Потому что город или край объявляет нужду и говорит им, что нам этот земельный участок нужен. Предметом судебных рассмотрений сейчас является цена. То есть все территории все равно уйдут государству. Таков закон. Просто некоторые сразу согласились на заявленную сумму, а другие нет. Уверенности добавляет и то, что уже начались подготовительные работы. Подрядчик найден, а деньги уплачены. Объект технически непростой. Строиться он будет не в чистом поле. Поэтому здесь и сети РЖД проходят, и Красричпорт здесь же находится рядом. Поэтому в этом году планируется, что подрядчик проведет подготовительные работы. Основное строительство начнут только весной следующего года. Эта развязка избавит микрорайон от пробок. В следующем году также расширят улицу Симофорную. Еще один выезд с новых микрорайонов Правого берега. И, наконец, начнут строительство дороги Гладково-Судостроительной. В итоге все микрорайоны Правого берега получат возможность быстро оттуда выехать. Евгений Черных, Илья Сенкевич, 7 канал.